В воскресенье после выходного дня. Хорошего было. Наверное, плюс один, ноль. На улице, правда, никого нет. Город абсолютно пустой. Так Ленск встретил нерабочую неделю. Призыв оставаться дома горожане восприняли правильно. Улицы немного ожили в понедельник, когда на работу пошли те, кто не попадает под указ президента. Отдельные семьи начали ограничивать выходы в общественные места еще до предписанной недели самоизоляции. Если мы идем в магазин за продуктами, то мы покупаем на длительное время, на неделю, чтобы лишний раз не выходить, как это было раньше. Вся наша семья поддерживает те меры, которые нам рекомендует и Роспотребнадзор Россия, и наша республика, и штаб Ленского района. Мы полностью за эти предпринимаемые меры. Сегодня самоизоляция – общероссийская стратегия. В регионах по этап наводятся ограничительные меры. Сначала они затронули первую группу риска – граждан пожилого возраста. Постановления региональных властей запрещают им выходить из дома. Развернуто массовое волонтерское движение. Оно призвано помогать тем, кому рекомендовано оставаться дома. Среди них и дети. В Роспотребнадзоре четко прописали правила нахождения учащихся на дистанционном обучении. Необходимо ограничить пребывание детей на улице. Тому есть причины. Очень много контактных, которые прилетают за границей. Выявляемость у нас высокая. И хотелось бы отметить, чтобы дети под вашу персональную ответственность находились в зоне вашего присмотра. Занимались дистанционно на сайтах различных, на ресурсах информационных. Занимались в домашних условиях. Посещали библиотеки онлайн, сервисы онлайн. Но на улице пребывание детей необходимо ограничить. Не жесткий карантин, но строгие рекомендации. Пока карантинные меры применяются только к тем, кто прилетел из-за границы. Ввиду последней динамики заболевания в России, им должны следовать и те, кто прилетел из регионов со сложной эпидемиологической обстановкой. Многие компании, в том числе Алроса, просят своих работников проходить самоизоляцию на дому, если они недавно покидали пределы Мирненского района, а также прибыли из других городов России, в том числе Москвы, Петербурга и Якутска. Это важно, ведь на производстве остаются тысячи людей. В момент, когда нельзя остановить горнообогатительные фабрики, упор на профилактику и личную ответственность. Предприятия региона будут контролировать соблюдение режима изоляции своими работниками. Не исключают и дисциплинарных взысканий за его нарушения. Только ответственное отношение к здоровью, своему и близких, помогут более быстрому разрешению непростой ситуации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!